Молодых это огромный опыт для них и собственно так выращивают будущих звезд. Но во втором заезде из действительно уже хорошо знакомых звезд мы увидим Датчан, Матсон и Михельсон. И против них два Чеха, Ватсонов Милик и Юзеф Франц. Ну в общем-то у Чехов остается надеяться на Милика. Милик достаточно неплохо проводит этот сезон в команде Вилки из Кросса. В общем в первой лиге они выступают и там он выглядит здорово, надо признать. Но конечно Матсон и Михельсон это наверное все-таки немножко другой уровень. Итак, Матсон и Михельсон, белый и желтый, Милик Франца, красный и синий. Второй заезд Чехия против Дании. Смотрим, а вот посмотрите Юзеф Франц вроде неплохо стартовал, но здесь конечно да. И вновь мы видим как пара фаворитов выходит вперед и наверное без каких-либо проблем закончат они этот заезд. Опять же это спидвейд, это технический вид спорта и здесь возможно все что угодно. Поэтому давайте просто смотреть и наслаждаться. В любом случае это очень красиво, эстетически это выглядит приятно. Вот это вот повороты вот эти вот в занос, ну это классно. Кстати говоря, очень сложный, многие отмечают, что очень сложный трек здесь, долго впился. Кстати, на кого-то новую насыпку, я знаю, они завезли перед как раз Speedway of Nation, перед двумя полуфинальными этапами. Интересно посмотреть, как покажет себя дорожка, но пока что конечно сравнить мы не можем. С тем, что были просто неприличные какие-то разрывы между гонщиками. Чехи просто, я не знаю, ну борьбы никакой не было, да, действительно мы видим. Просто полови полкруга, ну... Да, датчане спокойно набирают 7 очков. Я бы отметил, что зритель на трибуну в приличном количестве. Это при том, что своя команда будет только завтра. Да и это очень приятно увидеть. На самом деле ограничения есть, поэтому определенные в любом случае. Поэтому... Не надеюсь, нет. У Довагорпит схема покажут. По-моему, мешковик это был. По крайней мере, шлем вроде бы был не... Нет, Кубера. Да, но не заметил, не увидел. Да, один юниор должен появиться. Когда это будет, ну... Не знаю, может сейчас задел хотят сделать неплохое, а затем выпустить юниора. В целом, я не думаю, что какие-то сложности все-таки возникнут у поляков. Не думаю, что возникнут какие-то сложности. Решить задачу выхода в финал. Поэтому надо здесь, да, и накатываться, и молодым надо накатываться. А Кубера все-таки молодой гонщик. Поэтому... Нет, да, это Кубера, конечно. Ну и сейчас, естественно, другие цвета получаются у поляков. Барташ красный, а Кубера, соответственно, синий. Милик белый, Франц желтый. Ну, давайте посмотрим. Ну, Милик, разрекламировал я его перед первым заездом. Пока что, ну, вообще ничего не показал в первом заезде. Может быть, вот сейчас самое время. Давайте посмотрим. И на ленту наезжает Йозеф Франц. Он будет сейчас исключен. Исключен он будет сейчас из перезаезда. Поэтому мы привычнее все-таки называть. Шлемники желтого цвета. Не в шлеме желтого цвета, а на шлемнике. Хотя, конечно, в последнее время чаще всего мы видим, ну, в гонщиках топового уровня, мирового уровня, они ездят именно в шлемах. Не просто четыре шлема разных по цвету. Ну что, пятый заезд, рестарт. Милику одному придется бороться с кольской парой. Нет, а он, кстати, все равно не стал на вторую дорожку. Остался на внешнем радиусе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друг другу чуть не помешали. Друг другу, да, смотрят опять, поглядывают они. И такой вот элемент парной езды. Скричивание траекторий продемонстрировали нам. Тут можно просто фигурное катание на мотоцикле изображать. Да, да, ну это, конечно. А посмотрите, милик-то не отстает. Немножко тяжеловато, видимо, дорожка для него пока что. Но не отстает он, он идет достаточно, достаточно близко он идет. Тут идти достаточно близко это одно. Ну, а вот атаку какую-то сообразить. Это уж совсем другой момент. Потому что, ну, сами понимаете, обойти, когда впереди тебя идет два гонщика. И они еще и идут вместе. Ну, вы знаете, смартфик, он не отрывается. Вы же понимаете, что он может... Он может очень легко оторваться от Куберы и перекрыть ему траекторию какую-то. Ну, понятное дело, что ему это сейчас не надо совершенно. Он наглядывается. Ну, понял уже, что здесь все ясно в этом заезде. Ну, это вновь 7-2. И пока что, пока что интересных заездов у нас по минимуму. Ну, мы должны дождаться встречи поляков хотя бы со шведами, с датчанами. Вот это должно быть... Да-да-да, это тройка между собой будет, конечно, бар... Да-да-да, так и есть. Хотя, ну, все-таки, вот, с датчанами, наверное, самый интересный заезд будет Польша-Дания. Почему? Потому что, ну, Мацин и Михельсен, это все-таки Мацин и Михельсен. А вот, вы знаете, например, чем больше городов, в которых спидвей развивается, тем лучше. Интересно. Восьмой заезд. Сморные Соединенные Штаты Америки против Чехии. Шок Никол, Люк Беккер против Милика и Франца. Франц удивил нас в предыдущем заезде. Да, и, наверное, американцы в какой-то степени удивили нас в предыдущем заезде. Разбив просто финнов. Но, вот, давайте посмотрим, интересно, ну, когда, если не сейчас, постараться чехам зацепиться. Хотя, я думаю, у американцев есть на этот счет другие планы. И сейчас им, наверное, нужно постараться победить, чем желательно 7-2, для того, чтобы включиться в борьбу. То есть, мы как-то тройку определили изначально, а американцы бы тройку не включили. Но, я говорю, давайте посмотрим. Так, старт. Что у нас? Нет, Чехи-то лучше стартуют даже, или нет? Что, Милик на выходе? Милик на выходе. Наберет скорость. Подбрасывает постоянно на первом вираже. Итак, что у нас? Бекер первый, Милик второй. И вот сейчас за третью строчку там борются Франц и Никол. И Франц пока успешнее. Он идет третьим. Пока что 5-4 в пользу Чехов. Ну, там за третье место, я думаю, будет очень плотная борьба. Борьба, борьба, да, 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 да. Здесь потихонечку отрывается первый, второй. Разрыв увеличивается. Бекер от Милика. Кол все еще держится. И с Францом вот у них там, в принципе, расстояние атаки, она вполне возможно. Да, близко, близко, близко. Вот пытается. Пытается Бекер, пытается, шире оглядывается. Франц смотрит. Ему, конечно, нужно эти два балла довести. Бекер, говорю, Никол, да, да, четвертый идет. Сейчас атака. И вот рано на такое ощущение, что рано он атаковал. Или, может быть, наоборот, вовремя атаковал. Смотрим. А заключительный вираж. Нет, 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 нет. Все успеет. И чехи выиграли. Выиграли эту гонку с общим счетом 5-4. Так что вот получается, несмотря на то, что Бекер классно проехал, со старта ушел первым и в итоге финишировал первым, но очков его команда получает меньше. Да, ну и опять же, мы об этом уже говорили вкратце, но еще раз, наверное, стоит сказать, это сделано специально, то есть по обычной стандарте. Есть основные составы, те и другие. Да, да, у датчан Петр Хлопач, а у шведов Филипп Хельстром Бэнкс. Два юниора. Интересно. Хлопач неплохой юниор, достаточно сильный, я бы даже сказал. Хельстром Бэнкс, это, знаете, перспективный он, но вот пока что, пока что, конечно, не показывает, наверное, он того результат, даже в шведской лиге Хельстром Бэнкс не возит тех очков, которых от него ждут. Ну, молодой еще парень, я думаю, что, по-моему, если мне память не изменяет, летом он, может быть, 17 даже, что-то такое. То есть он совсем еще юный парень, но тоже опыт, это хороший опыт для него. Итак, 13-й заезд, Швеция против Чехии. Ну, и вместо Азбрана, кстати, остался на 4-й дорожке этот молодой юниор, и как далеко он просто прижался, мы видим, к ограждениям, и стартовал на заднем колесе. Кстати, хорошо, посмотрите, Милика еще и Хельстром Бэнкс проходят, ну, теперь помогать бы старший товарищ. Оглянись, посмотри, как там юниор, и помоги ему. Оглядывается, оглядывается, смотрит Хельстром Бэнкс. Какой старт, и Милика, неужели Милика обойдет? Тут хорошая заявка-то, кстати. На себя обратить внимание можно, даже вот таким заездом. Да, он с 4-й дорожки стартовал на данный момент, на 4-й дорожке самая приоритетная, наверное. Но вот пока что здорово идет. Посмотрите, как это росло. Ну, Милик, вот, вы знаете, Милика, можно посмотреть на его результаты в лиговых гонках, да, и посмотреть на его результаты, что в прошлом году, ну да, хорошо, в прошлом году это был уже финал, и чехи, в принципе, там смотрелись аутсайдерами, на финал Speed of Nations. Но сегодня-то, ну что ему, Хельстром Бэнкс не по силам. Ну, я не верю. Но выглядит Милик, конечно, ну, посмотрите, какие-то неприличные просто отрывы от юниора, от молодого парня так проигрывать. Непонятно что. На чем едет, непонятно совершенно. Это 7-2 в пользу Швеции. Да, максимум очков набирают шведы, и классно провел эту гонку совсем юный Филипп. Особенно, действительно, мы сейчас увидим его маневр в повторе в первом вираже. Ну, а чехи совсем откатываются. Все ниже и ниже, шансов все меньше и меньше. Заезд под номером 17, где встретятся за чехи и финны. Ну, Петр Хлупач второй раз выходит уже с Йозефом Францем вместо Вацлава Милика, кстати говоря. Ну, кстати, чехи молодцы, получается, дали юниору и капитана заменить, и второго номера. Две полноценные гонки провести. Вот он, трешка чешская. Ну, у финнов, надеюсь, может быть, не очень много, но если они и сейчас выиграют, 7-2. Так, кстати, почему нет? Ну что, старт, и Лахти здорово стартует. Арнио второй. Вот это да. Но сейчас очень близко, очень-очень близко подобрался. Нет, нет, не проходит, не проходит. Но от Арнио можно все, что угодно ожидать. Луквак все равно атакует, и он буквально вот на расстоянии вытянутой руки. А, я-я-я-я, ой-я-я, аккуратно. Так, все в порядке. Все в порядке. Итак, да, хлопчик третий едет. Действительно. Пока 7-2 в пользу финнов. Пока 7-2 в пользу Финляндии. И, ну что, это, кстати, интересно будет, да, наверное? Почему нет финнов будет 21? 21, а что у американцев? 23, по-моему, да. У американцев 24 у американцев. 23 у Дании. Ну, дача нас зайдет в запасе. Да, да, да. Тут надо смотреть еще финны с кем в следующий год. Не пересекаются ли они с, собственно, прямыми конкурентами. Финн будет... Финны нет, с поляками. Тогда шансов немного, мы это понимаем. А здесь финны выигрывают со счетом 7-2. Хорошая гонка. Но, наверное, последняя победа на сегодня. И финны, которые, собственно, ни на что всерьез не рассчитывали, тем не менее, в серединке турнирной таблицы будут. Да, да, вообще очень неплохой результат для них. Пятое место, наверное, у них итоговое. Вполне им светят. Там их разделяет условия. 12-13. А, ну так куда? Прямая. Прямая, да. Хватка за то, чтобы уйти с последней строчки. Хлопачу. Хлопачу уже третий выезд дают. Кстати, да. Чехия. И он по очереди, да, меняет то одного, то другого. Сейчас Милик с Члупаком. Итак. 20-й заезд, но это не заключительный заезд. Чехия против Словении. Вацлав Милик и Петр Хлопач от Чехов. Ну и Ивачич и не вскоре от Словенца. Ну, давайте смотреть. Да, действительно, это противостояние аутсайдеров. Они уже ни за что не борются, кроме как за свое доброе имя. Все готово? По крайней мере, это команда одного уровня. И тут, может быть, любой исход. И красивая борьба. И все, что угодно. Старт и прям со старта тут что-то... Ой, нет, а здесь Милик первый. Посмотрите, здорово. Милик первый, но Словаки заняли вторую, третью позицию. И, соответственно, Хлопач, если сейчас не сможет выйти на вторую, на третью строчку, прошу прощения, то именно за... Именно за Словаками... Словенцами, прошу прощения. Именно за Словенцами будет предпоследнее место, а Чехи проиграют. У них тогда будет равенство баллов. Но личная встреча, я так полагаю, что за Словенцами останется, поэтому они будут впереди. Ну что, Хлопач, надо постараться. Есть еще полтора круга для этого. Чехи ни разу не уходили в финал, через полуфиналы. Собственно, в прошлом году они участвовали, но потому что заняли место в сборной Германии. А у Словенцев та же самая абсолютная история. И вот, как бы, все это повторяется. Четвертый год, четвертая попытка, точнее, третья попытка. И команда вне главного финала. Но, по крайней мере, вот в этой дуэли Словенцы побеждают. И, собственно, получается, даже без своего лидера, из Жагра... Из Жагра они, да, отборолись. Отборолись. А был в Жагра, может быть, за четвертый хотя бы место поборолись. В теории, конечно, да. В теории возможно такое. Ну, а тут Милик, первый номер чешской команды, зарабатывает, соответственно, победу. Так, а что, смотри, их наоборот поставили. Наоборот поставили, но я почему-то думаю, что это не принцип. Вот заезд за третье место, он никому не нужен. Ну, да, американцы имели шансы. И, в принципе, да, ну, были, наверное, близки, но остались только четвертым. И у финнов был шанс в какой-то момент, ну, там, две ошибки на старте Теруарния.